По всей стране действует единый закон об оказании государственной поддержки. Список преференций значительно широк, но доступны они не всем гражданам. Зачастую у людей возникает вопрос о том, в чем разница между региональными и федеральными льготниками. Разница на самом деле имеется первым и вторым полагается различный перечень льгот. Рассмотрим, кто относится к федеральным льготникам в 2020 году. Федеральные льготники, кто к ним относится. Прежде чем разбираться в том, какие льготы полагаются отдельным категориям граждан, давайте выясним, кого на законодательном уровне принято относить к федеральным льготникам. Детей с инвалидностью, инвалидов всех групп, участников Великой Отечественной войны, включая трудящихся, обеспечивавших работоспособность систем ПВО и строительных прифронтовых объектов, героев РФ и СССР, кавалеров Ордена Славы, бывших военных, побывавших в плену у врага в период второй. Мировой войны, пострадавших и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, членов семей умерших ветеранов войны, ветеранов войны, жителей блокадного Ленинграда. Чем отличаются федеральные льготники от региональных? Рассмотрим основные отличия федеральных льготных категорий граждан от региональных. Федеральные региональные льготы финансируются из государственного общероссийского бюджета, финансирование льгот производится за счет регионального. Бюджета при принятии финансовой и натуральной помощи на федеральном уровне невозможно претендовать на меры поддержки, предоставляемые в регионах при оформлении региональных льгот, нельзя оформить федеральные преференции, льготы могут быть оформлены только в согласии с федеральными законодательными актами, действующими на территории всей страны, льготы предоставляются в соответствии с законами субъектов и не согласуются с правительством России льготы инвалидам. И детям с инвалидностью. К данной категории федеральных льготников относятся инвалиды, которым была присвоена недееспособная первая и вторая группы, или трудоспособная третья группа, дети-инвалиды, инвалиды детства. По форме предоставления выделяют следующие льготы. В денежном виде, например, налоговые, в натуральной форме, например, проездной билет в общественном транспорте, бесплатные лекарства, бесплатное предоставление продовольственных. Товаров в виде моральной поддержки, обслуживания без очереди в поликлиниках, кассах, магазинах и иных заведениях. По периодичности предоставления льготы можно разделить на следующие категории. Те, что предоставляются на протяжении года, как бесплатный проездной на городской транспорт, те, что начисляются каждый месяц, как скидка в размере 50%. На оплату услуг ЖКХ, разовые виды помощи, внеочередное подключение городского телефона. Чтобы доказать наличие права на льготы по инвалидности, необходимо предоставить в Пенсионный фонд заключение медико-социальной экспертизы о присвоении инвалидной группы. Льготы по инвалидности предоставляются в зависимости от категории, к которой принадлежит инвалид, инвалиды, которым группа инвалидности была присвоена после происшествия на ЧАЭС, дети-инвалиды, инвалиды детства, бывшие военнослужащие, ставшие инвалидами в период несения службы. Читайте также статью «Жилищные льготы для детей-инвалидов». Ветераны войны и жители блокадного Ленинграда. Ветераны войны имеют право на освобождение от уплаты имущественного налога в отношении одного объекта недвижимости, а в некоторых регионах они могут не уплачивать также земельные и транспортные налоги. Для данной категории граждан закон предусматривает следующие льготы, различные меры социальной поддержки, возможность получения бесплатной квартиры по установленным законам нормативам жилой площади 36 квадратных метров для льготника и по 18 квадратным метрам на каждого члена семьи, проживающего с ним, возможность оформления ЕПВ, дополнительного денежного обеспечения, нескольких видов пенсионных выплат одновременно по старости или инвалидности. Что касается мер социальной помощи, их перечень практически одинаков для всех льготных категорий граждан. Определение в дом престарелых без очереди в случае возникновения необходимости. Бесплатная социальная помощь на дому. Обслуживание. Без очереди в поликлиниках, кассах, магазинах. Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью до 35 дней. В любое удобное время, без учета графика отпусков. Бесплатное протезирование, в том числе зубное. Бесплатное. Лечебные процедуры в районных поликлиниках. Внеочередное подключение городского телефона. Скидка в размере 50% от стоимости услуг коммунальных служб. Читайте также статью «Социальная поддержка ветеранов труда». Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС. Для ликвидаторов аварии на ЧАЭС и граждан, пострадавших от ее последствий, предусмотрен следующий ряд льгот. Разовое пособие при условии наличия инвалидности. Скидка в размере 50% на оплату счетов от коммунальных служб. Ежегодная выплата. В качестве компенсации за непоправимый вред здоровью из-за последствий аварии на Чернобыле. Ежемесячная денежная компенсация на покупку продуктов питания, льготнику и его детям в возрасте до 14 лет. Зачастую ликвидаторам аварии на ЧАЭС присваивается инвалидная группа. И в этом случае им будет полагаться набор дополнительных льгот. Зачисление детей в доу без очереди. В случае, если и мать, и отец относятся к льготной категории граждан. Доплата, связанная с понижением по должности на работе, которое произошло из-за инвалидности или ухудшения здоровья. Принятие в жилищные и иные кооперативы без очереди по просьбе льготника. Выплата пособия по безработице в сумме 100%. Среднемесячного дохода на последнем месте работы. Предоставление дополнительного неоплачиваемого отпуска продолжительностью до 14 дней. Предоставление жилого помещения или субсидии на улучшение жилищных условий. Социальная поддержка иных федеральных льготников. Среди льгот, предоставляемых всем прочим льготным категориям граждан, о которых мы не упоминали выше, можно обозначить возможность оформления ЕТВ, выплат по инвалидности, компенсации за путевку в санаторно-курортное учреждение. И за билет на ЖД-транспорт до места лечения, монетизация льгот, бесплатное оказание медицинской помощи в муниципальных поликлиниках, безвозмездное протезирование, кроме протезирования зубов, постановка в льготную очередь на предоставление. Бесплатные квартиры. Скидка в размере 50% на оплату счетов за коммунальные услуги, внеочередное подключение городского телефона. Читайте также статью «Льготы работающим пенсионерам в 2020 году». Основные виды предоставляемых льгот. Мы уже упоминали о том, что федеральным льготникам полагаются следующие виды льгот. Социальный набор услуг, проездной билет на городской транспорт, включая пригородный, путевки в санаторно-курортные учреждения и бесплатный проезд. На ЖД-транспорте до места лечения. Специализированное питание для детей с инвалидностью. Бесплатное предоставление медикаментов из утвержденного перечня или продажа их со скидкой по рецепту врача. ЕДФ, зависящий от категории льготника и набора социальных услуг, от которых он отказался в пользу денежной компенсации. Величина ЕДФ составляет 2,4-4,8 тысяч рублей. ДЭМО «Дополнительное материальное обеспечение» в размере 1 тысячи рублей для участников Великой Отечественной войны, 500 рублей для военных, их вдов и жителей блокадного Ленинграда. Законодательные акты по теме. Федеральный закон от 17 июля 1999 года номер 178 ФЗ Определение федеральных льготников Перечень предоставляемых им льгот Федеральный закон от 24 ноября 1995 года номер 181 ФЗ О льготах для детей инвалидов и инвалидов Федеральный закон от 15 мая 1991 года номер 1244-1 О льготах для ликвидаторов аварии на ЧАЭС Федеральный закон от 12 января 1995 года номер 5 О льготах для ветеранов типичные ошибки Ошибка Пенсионер, принадлежащий к льготной категории граждан, оформив региональные льготы, претендует также на получение федеральных льгот Комментарий Оформив льготы, утвержденные на региональном уровне, нельзя претендовать на федеральные преференции и наоборот Ошибка Пенсионеру сообщили, что региональными властями была отменена федеральные льготы и в данном субъекте РФ она не предоставляется Комментарий Отмена льгот, установленных на общероссийском уровне, не может быть отменена властями субъектов РФ и если подобное произошло, льготник вправе обратиться за защитой своих прав в прокуратуру Ответы на распространенные вопросы по теме Вопрос номер 1 Куда гражданам, относящимся к льготным категориям, обращаться за получением льгот? Ответ Федеральные льготники должны обращаться в отделение пенсионного фонда, региональное и в местное отделение социальной защиты населения Вопрос номер 2 Если имеется несколько оснований для получения льгот, можно ли получить двойной набор льгот в натуральной форме или компенсацию за непредоставление второго набора преференций? Ответ Нет, ни то ни другое не отвечает требованиям Законы льготы могут быть назначены только по одному из оснований на выбор льготника Видеосоветы Кто относится к федеральным льготникам и какие выплаты им положены? В видео раскрывается информация о том, кто относится к федеральным льготникам и какие выплаты им положены Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769 Адрес сайта указан в описании под видео Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск Подписывайтесь на канал Поделитесь в соцсетях Всем пока!